Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите перестать ревновать жену, ревность начала 6 месяцев назад, из-за простой ситуации играет в игру и общается с мужским полом. Меня это стало очень страшно беспокоить. Печет Владимир. Смотрите. Во-первых, ситуация такова, что раз вас стало это беспокоить, вы увидели в этом для себя некую угрозу. И в самой по себе угрозе ничего страшного и негативного нет. Вполне возможно, что для вас это такой звоночек, который предполагает некоторую работу над собой, некоторые изменения в своей жизни, некоторую коррекцию своего жизненного пути и так далее. Ревность традиционно представляет из себя неверную себе, заниженнуюся на оценку, страх одиночества. Вот. И отсутствие в общем и целом восприятия себя как отдельной ценности и склонность к восприятию себя и другого человека как ценности достаточно такой, материальной. То есть, иными словами, речь о владении. То есть, речь о том, что я отношусь к себе и к другому человеку как к чему-то, чем я владею. Вот. То есть, это такой вот мировоззренческий взгляд может быть, а может быть, это позиция как раз таки вот та, о которой я говорил чуть раньше. Вы говорите о том, чтобы мы помогли вам перестать ревновать. А зачем? То есть, для чего это вам? Одно дело, если вы хотите перестать ревновать, потому что вам некомфортно. Это одно. Другое дело, если вы хотите перестать ревновать, потому что считаете, что это, например, портит отношения и есть серьезный риск их разрушить. Другое дело, если вы хотите перестать ревновать для своей жены, ну, потому что не хотите, чтобы она страдала, не хотите, чтобы, как, как, ну, чтобы она как-то грузилась по этому поводу. Для чего? Или вы хотите перестать ревновать, чтобы свободно, более свободно заниматься тем, чем вы занимались до этого. Вот. Тут есть разные моменты в зависимости от мотивации, конечно, и окрас работы будет свой. Также хочется спросить у вас следующее. Если вы говорите о том, чтобы мы помогли вам перестать ревновать, то как вы себе это представляете? То есть, ну, вы задали достаточно короткий вопрос. А работа с ревностью предполагает индивидуальную работу, предполагает взаимодействие, предполагает консультацию, скорее всего, ни одну. Человек, ревнующий, довольно часто в моей практике почти всегда упорствует, отстаивает в этом смысле свою позицию. Поэтому я хотел бы уточнить. Согласны ли вы с тем, что ваша жена может играть в игры и общаться с мужчинами? Согласны ли вы с тем, что она может, действительно, общаясь, встретить другого мужчину и уйти от вас? Если да, начинайте работать. Выбирайте психолога, начинайте работать. Если нет, то то, что вы спрашиваете, по сути, является, ну, демагогой. Потому что именно ваше внутреннее сопротивление к тому, о чем я сказал, воспроизводит ревность. Конечно, желательно изменить восприятие себя и изменить восприятие вашей жены. Ревность возникает тогда, когда недостаточно личностного взаимодействия между людьми. Когда взаимодействие сводится только к гендерному, то есть отношения муж-жена, мужчина-женщина, может быть, матросец, и все. То есть посмотрите на то, что между вами и вашей жены общего. Посмотрите на то, что вас объединяет, посмотрите на то, какие у вас общие цели, общие взгляды. Поговорите об этом. Расскажите своей жене о своих чувствах не в плане того, что вы ревнуете, а в плане того, чего вы хотите. Глобально, чего бы вы хотели. Подумайте сами о том, чего бы вы хотели чистить для себя. Как-то так. Беспокойство, как я уже сказал, это взаимодействие с тревогой. И во взаимодействии с тревогой в принципе плохого ничего не было. В том смысле, что в нашей жизни появляются угрозы и в том смысле, что на эти угрозы нам нужно как-то реагировать. Условно говоря, если у вас закралась такая мысль, например, что ваша жена может от вас уйти, потому что вы недостаточно хорош, к примеру, к примеру, я не говорю, что это так, просто к примеру, то спросите себя, что я могу сделать для того, чтобы стать лучше. считаю ли я сам, что могу быть лучше, чтобы если вы и становились лучше, то делали бы это для себя, не для жены, потому что жена может этого в принципе и не оценить. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что вам это было интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обращайтесь за помощью, вы большой молодец, что заговорили об этом, но это лишь первый шаг. отец Открылся шаг. Открылся